Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал гуманитарный кризис в Карабахе и действия России по разблокированию Лачинского коридора. Мы делаем и будем все для минимизации гуманитарных последствий любых кризисов. Возможности не беспредельные, ресурсы тоже нужно распределять между приоритетами, но эта тема в поле зрения. Мы ей будем заниматься, — сказал Рябков в кулуарах клуба Горчукова. Напомним, что из-за семимесячной блокады, устроенной Азербайджаном, которая уже больше месяца носит тотальный характер, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе становится катастрофической. Карабах, где сейчас проживает около 120 тысяч человек, отрезан от поставок важнейших ресурсов, включая продовольствие, газ, электричество и топливо. Это вызвало нехватку даже продуктов первой необходимости и резкий рост цен, а также затруднило получение людьми необходимой медицинской помощи. Баку не спешит прислушаться к призывам посредников и даже вердикту Международного суда ООН о необходимости разблокировки Лачинского коридора и единственной дороги, связывающей окруженные со всех сторон азербайджанскими войсками Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. Из-за сложившейся безысходной ситуации и в надежде как-то донести свой голос до международных инстанций на площади Возрождения в центре столицы Арцаха, Степанакерти уже пятый день проходит бессрочная сидячая забастовка против устроенной Азербайджаном блокады. С целью привлечения внимания международного сообщества к усугубляющейся трагической ситуации в Нагорном Карабахе к акции присоединился и президент Арцаха Арай Карутюнян. Сделал он это после своего экстренного телеобращения, при этом не вдаваясь в подробности предупредил, что прибегнет к более жестким действиям, если при международном вмешательстве ситуации в Карабахе не вернется в более-менее стабильное русло.